Александр Александрович, ну вы как медиаэксперт, уважаемый и давно в теме, у нас к вам, соответственно, такой вопрос. Вчера Госдума приняла закон о фейках. Во-первых, понять, насколько логичен этот закон, насколько он необходим, а насколько он вообще хорош и нужен. Это первый вопрос. А второй вопрос все-таки хотелось бы понимать, кого это касается. Понятно, что в первую очередь речь о СМИ, чтобы они не распространяли ложную информацию о коронавирусе, об этом мы говорим. А во вторую очередь это, я так понимаю, физические лица. И здесь хотелось бы понять, о ком идет речь. То есть если условно какой-нибудь Василий Петрович из Костромы в своем фейсбуке лично напишет пост о коронавирусе и ошибется на одну цифру или эмоционально приукрасит пандемию сегодня, то ему тоже да, произойдет опасность и наказание, и штраф, да, или как? Ну, давайте пообсуждаем, значит. Во-первых, вот я должен показаться, что мы как бы социально ответственные люди, да. Теперь смотрите. Конечно, необходимость в принятии этих поправок, она объективно существовала давно, потому что закон о фейковой информации, противодействии фейковой информации у нас был принят в марте прошлого года. И, честно говоря, он не заработал. Да, он сократил количество фейков в разы, может быть, даже в десятки раз, потому что многие ответственные или относительно безответственные пользователи испугались. Испугались и, значит, притормозили. Но там ведь что было в законе основное сказано? Что фейк там, да, это ложная там информация, которая способна вызвать серьезные там общественные потрясения. И дальше вот и начинается, то есть вот там я про вас написал какую-то там небылицу, клевету, ложь. Вы там говорите, о, фейки распространяет Малькевич. А я говорю, ну как же фейки? Это не фейки, ведь разве это вызвало общественные потрясения. Вот и все. И в это все уперлось. И, насколько я помню, за год действия этого закона один или два были случая наказания на 30 тысяч рублей. Причем то, что я всегда публично говорю, я прошу, там, как это, вопию, чтобы наказания были публичными максимально, потому что, может быть, их и не два-три, как я знаю, а там десять. Так вы покажите, расскажите, опубликуйте. На сайте Роскомнадзора, например, список. Там, как это, черный список, доска позора. А этого нет. Соответственно, когда началась вот эта вся история с коронавирусом, я дал определение, что это информационный вирус, информационная пандемия, инфодемия. Просто вот чтобы наши зрители и слушатели понимали, мы сегодня утром разбирали ситуацию. В Приморье появилась общественная организация киберволонтеров. Они меньше, чем за неделю, только в одном регионе выявили 600 фейковых сообщений. А теперь давайте умножим на 85. Понимаем, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге просто в десятки раз этого больше, потому что это федеральные такие земли. И вот это все поступает просто со страшной силой на нас. При этом режим самоизоляции оказался такой историей с двойным дном. Потому что вот вы изолировались, например, посидите в четырех стенах. И, ну, надо так честно сказать, ну, предположим, ряду СМИ не доверяете. Информацию из них не хотите получать. Все, значит, вы сидите, у вас тут компьютер, гаджет, отовсюду валятся, значит, лента, сообщения, и вы, значит, ежечасно впадаете в ужас. И к такому, конечно, и общество, и власти были не готовы. Поэтому вот, пусть и запоздало, но появилась реакция в виде этого закона. Другое дело, вы правильно говорите. В основном там крупно очень прописана ответственность юридических лиц, то есть как раз средств массовой информации. И, да, про физических лиц там тоже написано. Штрафы выше, есть уголовная ответственность. Но я здесь в традиционном амплуа кровавого общественника, значит, говорю о том, что там опять это не до, ну, на ходу, потому что делалось в оперативном режиме. Он сейчас огромную важную роль и миссию выполнит, потому что, конечно, опять остановит часть людей. И вы правильно говорите. Вот вы, например, получили через мессенджер какое-то сообщение, решили им поделиться и становитесь разносчиком этого информационного вируса. И теоретически можете попасть под замес. Поэтому вы теперь подумаете, надо ли это делать. Но опять там написано про серьезные потрясения, про то, что ваше сообщение может вызвать угрозу жизни людей. Ну, скажем так, две трети этих фейков, они их не вызовут, не могут вызвать. И поэтому я считаю, что нужно будет потом безотносительно коронавируса править закон о фейковой информации, вписывая туда главу про, я их называю там, значит, информационные дезертиры, мародеры, провокаторы, паникеры. Потому что вот мы с вами посидим сейчас и там в качестве социального эксперимента возьмем и сочиним фейк. Но не сочиним фейк. Мы в нашем случае с вами пойдем на некую провокацию. Вы достанете тут какую-нибудь фотографию из американского магазина. Я там напишу какие-то страсти, мордасти о том, что, значит, зашел тут мини-маркет рядом с домом, а там все нарушают самоизоляцию, разбирают продукты, да еще и последние остались. Кстати, вот снимок, смотрите, давка там и драка. При этом мы оба с вами понимаем, что этого ничего нет. Мы это все с вами сочинили и подложную фотографию положили. То есть мы полностью сникетировали вот этот фейк. И вот ни в том законе, ни в этом ничего не говорится про тех, кто сознательно это делает. Понимаете? А поскольку нас с вами захотят, например, предположим, стоящий неподалеку Иван, притянуть за это дело, а у нас выходит адвокат и говорит, ну разве что-то вызвало угрозу жизни огромного количества людей. Да, это пранкеры. И получится, что вроде бы действительно угрозы жизни нет. Есть угроза постоянной к психическому здоровью неограниченного числа лиц. А этого ничего в законе нет. При этом, я хочу еще раз подчеркнуть, речь идет не про замечательную вас, кто случайно получил какое-то сообщение и до этого в течение, вот у нас уже вечер на дворе практически, а вы, начиная с утра, уже прочитали десятки сообщений самых разных о всяких ужасах. В Москве, в Подмосковье, в регионах. Причем некоторые вещи не фейки. То есть действительно, например, сегодня с утра в Новосибирске машины МЧС, а также, так сказать, и другие были задействованы их средства, через громкоговорители там, значит, ужастики такие запускали, что типа, напоминаем, важно находиться в самоизоляции, там, брам-бам-бам. Поэтому, да, надо отдать должное, многие региональные власти и силовики очень оперативно и качественно реагируют на негативные вызовы. То есть, когда прошла волна о том, что, ну, я опускаю мат и всякую прочую лексику, но смысл был в том, что, ребята, вы уверены, что вот это то, что нужно людям, которые сидят в самоизоляции. Еще вот такое вот, да, там, вы подошли к окну подышать, там, напоминаем вам, все могут умереть, оставайтесь дома. Они это свернули. Но это реальная новость. И вы весь день вот это все читаете, что там это, там то, там все, там это. Получили какое-то сообщение ужасное, что у вас в подъезде лежит больной коронавирусом. Вы выйдете, боитесь, вы начинаете раскидывать потом и так далее. И как бы вы, с одной стороны, виноваты, потому что вы не проверили, но с другой стороны, все, вы к вечеру уже вообще дрожите, как осиновый лист. Но здесь нет вашей, злого умысла нет у вас. А вот повторю еще раз, из этого закона полностью выпала некая такая голова, посвященная тем, кто с умыслом это делает. И сказать, что мы ошиблись невозможно, потому что вы пишете, значит, фальшивый текст, а я беру фотографию через фотошоп, там, значит, что-то ее тюк-тюк, потом мы склеили, выбросили. Вот этого нету. И это все равно придется вводить, потому что закончится тема с коронавирусом. Рано или поздно. Но мы сейчас увидели, протестировали все человечество и страну нашего отдельно на восприимчивость к информационным вирусам. Ну, то есть все, вот это работает. Все это вот действенно. И поэтому надо будет все равно ставить заслон вот подобным провокаторам, потому что потом будет что-то другое. Они все посмотрели, как работает вот эта вся технология, то есть что можно подобные вещи запускать. И особенно оказалось, что цифровой мир такой обманчивый. То есть у нас есть иллюзия, что мы можем знать и видеть то, что происходит во всем мире. Так, мгновение ока. А оказывается, что мы также можем вестись на фейковые сообщения. Потому что вот нам сейчас с вами в окошке замигает какая-нибудь там весточка, знаете, «Друзья прислали из Италии». И дальше работает знаменитая методика фейка. Когда вы мне рассказываете, что ваша подруга прислала вам сообщение, которое ей переслал друг, у которого есть знакомая в Италии, которая, будучи заточенной в квартире, пишет о том, что там вся улица завалена трупами, некому их убирать. И мы же не будем это все проверять. То есть потому что вот прошла верифицированная цепочка. У вас знакомый там и так далее. И поэтому вроде бы мы как бы можем знать, что происходит в Италии, и мы получаем информацию из вот какого-то такого непонятного источника. И дальше начинаем пересказывать. Я привожу пример нестрашного фейка о том, что в январе, когда еще не было всей этой катавасии с коронавирусом, мы делаем ведь индекс фейков такой на базе общественной палаты, там наш фонд защиты национальных ценностей. Был вброс о том, что в Якутии, значит, стая из 400 волков идет по региону, ну, конечно, пожирая всех на своем пути. Там потом разъяснили, конечно, не бывает стаи из 400 волков, стая 10-15, а 400 их всего. Но прошло несколько дней, и я был в Москве, а я не скрываю, я об этом писал, в барбершопе. Рядом в кресле лежит другой, и мастер с ним работает и рассказывает всем нам о том, что вы представляете, в Якутии стая 400 волков. Она идет из Якутии, чуть ли не на Москву, понимаете, пожирая все на своем пути. Вот и все. То есть способен этот фейк вызвать серьезные потрясения? Ну, вроде бы нет, но он показывает, как это все работает. То есть ахинея, которая распространялась в Якутии, это, кстати, Якутия, значит, в Москве реально обсуждается в местах, ну, в общем, относительно массового скопления людей. И потом же все начинают друг другу пересказывать. То есть вот оно, сарафанное радио 21 века. И делать вид, что ничего нет, или рассосется, или вы преувеличиваете Александр, сейчас коронавирус схлынет, и все будет нормально. Вот пример якутских волков показывает, что это просто вот так вот, из ничего может возникнуть. Но это не может привести вообще к противоположным вещам, таким как замалчивание информации. Может быть, мы вообще, наоборот, не будем знать, что происходит в итоге. Про замалчивание, конечно, наверное, вряд ли здесь стоит говорить. Я больше рассчитываю на то, что СМИ и гражданское общество будут добиваться от властей, чтобы они научились оперативно реагировать. Не только на негатив в соцсетях, это знаменитая система инцидент-менеджмента, но и просто разъяснять все. Потому что только, видимо, не так давно московские власти стали объяснять, что вроде бы не будет там этих QR-кодов, а приложение, социальный мониторинг только для тех, кто находится на карантине. Но ведь за сутки до этого интернет наводнили. Картинки, якобы памятка сотрудникам полиции, как там, кого надо хватать везде. Масса информации о том, чей сервер, не чей сервер, куда будут передаваться данные. То есть, если раньше, вот я выступал с этим неоднократно на разных лекциях, семинарах, рассказывал, что максимум три часа – это время на реагирование у власти, у бизнеса, у кого угодно, на негатив, направленный против него. Три часа. А сейчас, по-моему, час максимум. Потому что иначе все. То есть, скорость распространения настолько высока у плохих новостей. Что мы все друг друга начинаем отправлять. Смотрите, вот он, вид QR-кода. Вот тут надо так, сяк. Извините, разрешите мусор я вынесу. И поэтому просто напрашивается. И это будет сейчас просто иметь зашкаливающий рейтинг. Некие ежедневные получасовки в прямом эфире на главных каналах, осталось понять только кто. Кто этот человек? Некий пресс-секретарь штаба Всероссийского по борьбе с коронавирусом или глава некоего центра. Ну, в общем, будем так говорить, Дмитрий Сергеевич Песков только другой. Некий голос борьбы российских властей с коронавирусом. Может быть, их должно быть два голоса, два голоса, одно лицо, я не знаю. Но при этом кто-то с максимальными полномочиями рассказывать правду и какую-то реальную информацию. Может быть, со временем придется дважды в день это делать. Если вечером в 7 часов, то рассказали, что было за день, и анонс на завтрашний день. Причем в режиме максимально такого реального времени. Что вот вчера же, по-моему, из Игоря и другие распространяли все эти картинки. Я скачал одну из них точно, в которой было написано, что делать, если ты идешь на работу. Потому что я вот не скрываю, вчера был в прямом эфире на НТВ. Мы обсуждали тоже фейки, коронавирус и все такое. То есть я пытался понять, что ждет. И вот если дальше фантазировать про вот эти самые получасовки антикоронавирусные, ежедневные, то вот, да, этот человек рассказал и тут же говорит, вот видите, тут в соцсетях распространяются памятки, там разные, этого не будет. Или, например, это будет там дней через 10, и сейчас не нужно вот, условно говоря, паниковать, пытаться вынести весь мусор возможный и снова опять скупить там все продукты. Потому что, ну, вот опять же, видите, из ничего это получается, да, потому что начинают все друг другу говорить, смотрите, там, послезавтра ты начнешь в магазин ходить только по СМСке. А доставка, ну, давайте, говорите, я не буду называть сервисы, но я сам пытался там заказать, то есть через 5 дней, некоторые через неделю доставят те продукты. То есть, ну, и как тогда? То есть, человек начинает думать, что, блин, если мне только через неделю доставят набор продуктов, значит, мне нужно идти в магазин шаговой доступности. Все равно надо идти. А вопрос, сколько я там всего покупаю и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас проходим действительно очень серьезный тест на гражданскую зрелость и на попытку найти вакцину против информационного вот этого вируса, потому что приступы будут и дальше, самые разные. Как понимаю, закон уже начинает немножко работать. Вот расскажите про историю с Анастасией Васильевой из Альянса врачей. То есть, с чего там все началось? Ее, так я понимаю, обменяют, да, в фейковой информации, в распространении. То есть, с чего все началось, и вот ваша позиция, может быть, сейчас очень обширно обсуждается. Смотрите, я вот скажу в двух словах. То есть, конечно, трактовать закон, его применение, я не могу, это не очень корректно. То есть, я же не депутат Госдумы, да, я аналитик этой темы. Просто понимаете, какая штука? Если говорить про Альянс врачей, то вот те материалы некоторые, которые мне попадались в рамках нашего мониторинга, они как раз показывают, что это как раз то, что, к сожалению, может быть, там для кого-то нужно называть фейками. Моя самая в этом плане любимая история, это, а ведь есть этот скриншот, он существует, это публикация Альянса врачей, именно под их аккаунтом фотографии известного в прошлом политика, блогера, оппозиционера Мальцева. Была такая история известная несколько лет назад, когда там в рамках его судебных перипетий у него там был сердечный приступ. Было такое, я помню. Вызывали врачей. Так вот, вы понимаете, они публикуют эту фотографию полураздетого Мальцева, вокруг которого стоят врачи, и пишут, что, смотрите, пожилому человеку стало плохо, он закашлялся, приехала скорая, а у них ничего нету, так сказать, от коронавируса, там, для защиты от коронавируса. Вот как, мол, гибнет российская медицина. И я возвращаюсь тогда в разговоре с вами к тому, о чем я и говорил, к этой отсутствующей главе с законом. Но ведь не может Анастасия Васильева не знать, кто такой Мальцев. Это, в общем-то, их коллега там, исподвижник. Получается, что это сознательная провокация. И такие вещи, конечно, должны наказываться, потому что мы сейчас все с каждым днем еще более-более, значит, вот, как это называется, колбасит. И на эту вот унавоженную почву падают, значит, зерна. Вот такие вот. И это совершенно недопустимо, потому что, ну, люди все в очень взвинченном находятся состоянии. Как оцениваете действия наших властей? И вообще, вот, меры, которые принимают, там, самоизоляция, прочие ограничения? И не поздно, потому что в Европе, да, во многих странах это уже давно началось. Может быть, стоило раньше начинать. Вы знаете, вот здесь я так отвечу. Не хочется уподобляться, значит, этим вот экспертам, да, которые являются специалистами по всем вопросам. У нас же, вы знаете, в интернете, во-первых, огромное количество политологов, да, специалистов, что там, трейдеров нефти, да, биржевые брокеры, и теперь вирусологи. И все вот все понимают, да. Ну, еще, конечно, специалисты по хоккею, футболу, да, ну, и глобально, значит, по политике все. Поэтому вот не хочется вливаться в их ряды, там, это должны все говорить специалисты. Я читаю некоторые материалы врачей, и у меня есть, в принципе, вопросы к истерии вокруг коронавируса, но это тезисы немодные, пока их озвучивать не буду. Плюс еще и конспирологические тоже. Пока я это все изучаю, читаю. У меня только, значит, в связи с этим вопроса два. Первый он риторический ко всем этим евроорганам и ВОЗ. Потому что я понимаю, что когда все закончится, тот же ВОЗ придет и скажет, дайте нам больше денег, чтобы мы могли в следующий раз всех спасти. Но дело в том, что они часто ничего не пытаются делать. То есть я вот боюсь, что все эти евробюрократы, Европарламент, Еврокомиссия, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО и ВОЗ, когда все закончится, начнут, значит, для того, чтобы из себя сохранить, требовать больше денег, больше полномочий. Хотя ни одна из этих контор и структур вообще никак себя не показала, не проявила. Потому что, ну, видите, все государства отгораживаются. Максимум, что вот я сегодня почитал, из офисов европейских, это несутся проклятия в адрес Виктора Орбана, премьера Венгрии, за то, что вот он там вообще там распустил парламент, ввел чрезвычайное положение. Давайте Орбана исключим вместе с Венгрией из Европы, говорят они. Да мне кажется, он уже и не против. Потому что, а где вот помощь, где там коллективный разум, где все эти вот мобильные госпитали НАТО, которые должны разворачиваться, значит, они же все-таки вкладывали столько денег в инфраструктуру. А если бы, цинично спрошу я, злая Россия бы напала сейчас на Европу, и были бы там раненые, то что бы там дальше-то происходило бы? То есть, условно говоря, там вот все трясется Прибалтика и Польша, то есть они бы сами спасали, а где же вот эти все мобильные, значит, врачебные структуры? Ну, а с ВОЗ все понятно, то есть это бюрократическая история, еще про ООН отдельный вопрос, без ООН молчит. То есть мы увидели все, что, вот он, банкротство всех этих структур, которые, значит, проедали огромное количество денег. А второй вопрос, конечно, я надеюсь, отдельные там перегибы на местах, в регионах будут регулироваться, потому что, да, видите, где-то там разрешают один набор магазинов, чтобы работал, где-то другой, там одно, там другое. Сегодня мне вот там, значит, звонили, писали люди, я в этом слабо разбирался, но вот оказывается, знаете, вот маски эти простые, которые носят, ну, во-первых, тоже есть много версий, есть все-таки большинство версий о том, что они не сильно помогают, ну ладно, они есть. А есть еще огромный комплекс, называется СИЗ, средство индивидуальной защиты. Это уже настоящие там маски какие-то, там, значит, респираторы, бахилы, там, всякое прочее. И оказывается, у нас в регионах этим предприятиям не дают работать, потому что, значит, ну, как бы есть же перечень некий, там, вот перечислено, там, магазины, аптеки. А вы, значит, вот, и получается вот парадокс. То есть, как бы, вроде бы, у нас маски теперь шьют дизайнеры со стразами за полторы тысячи рублей, а люди, которые это все производят, им говорят, вам не надо. Поэтому вот здесь, в таком режиме оперативном, нужно, конечно, штопать все. Президент Владимир Путин тоже у нас ушел на удаленную работу. Как думаете, на процесс управления государством повлияет как-то такое решение? Ну, слушайте, ведь я так понимаю, что в таком же режиме работают и в ряде других стран мира, это, во-первых. Во-вторых, тут это, знаете, тоже вот такое, для журналистов смаковать. Вот мы с вами общаемся, общаемся, да. Мы видели, как президент проводил совещание с электорами с полпредами. Это помешало кому-то там, то есть, все его услышали, получили задачи, пошли работать. Поэтому, знаете, я еще есть американист и трамповед. Но, например, Дональд Фредович Трамп, он ведь работает тоже в режиме практически самоизоляции в Белом доме. То есть, он там живет, там и трудится. По городам и весям Америки не перемещается. Поэтому как-то Джастин Трюдо две недели провел в самоизоляции, причем с реальной проблемой больной женой, которая выздоровела. Борис Джонсон нам, так сказать, записал видео трогательное из Даунинг-стрит-10, где, в общем-то, тоже он живет и работает. Поэтому это все как раз тоже такие, мне кажется, фишечки для СМИ смаковать несущественные вещи. Сами соблюдаете самоизоляцию? Расскажите, как проводите время и что посоветовать своим людям, чтобы не скучать, не грустить, не бояться в четырех снах? Конечно, стараюсь ее соблюдать. Если выбираюсь на какие-то, так сказать, телеэфиры, ну там, понятно, кругом сплошная дезинфекция, и температуру меряют на входе и на выходе, и дистанция есть. То есть выбирался в офис один раз, но он у меня, так сказать, тоже такой, как сказать, доехал, зашел, вышел. Что касается, ну, знаете, как банальные вещи, да, то есть, по идее, должны руки доходить до всего, до чего они раньше не доходили, там, какие-то там дела по дому, там, что-то починить, что-то там поменять, что-то выбросить, разобрать хлам, который есть у всех в изобилии, да, ну, с родными побыть, посмотреть фильмы. Я, пользуясь случаем, говорю, значит, я веду свой телеграм-канал «Медиа Макевич», я в нем раньше раз в неделю публиковал рубрику «Кино о профессии», буду делать это чаще, потому что у меня есть фишка, я смотрю с удовольствием так называемое профессиональное кино о журналистах, о пиарщиках, о политиках, о выборах, и вот делюсь подобными рекомендациями. А вот в данный момент практически заканчиваю, запоздал, признаюсь, но, тем не менее, очень хороший сериал, утреннее шоу, «The Morning Show», 10 серий там, всем рекомендую, на самом деле, производство Apple TV, но можно и в других местах поживиться. По-настоящему, где-то весело, где-то грустно, где-то жестко, с матерком рассказывает о том, как живет современное телевидение в Америке, но, в общем-то, так сказать, там проблемы многие общие, и плюс там еще и тематика Me Too присутствует, поэтому тоже любопытно заглянуть в американское телевизионное закулисье. Рекомендую, приглашаю. Здорово. Спасибо вам большое, Александр Петрович.